Карамелизировать я буду не только груши для этого рецепта, но и лук. Лук нарежу сначала толстыми кольцами, прям толстенькими, колечками такими. Лук красный, как ты видишь, где-то полсантиметра, да можно и толще, если хочется. Потому что мне лук должен, он мне представлять, такое соперничество с грушами должно быть, понимаешь? И груши тоже будут нарезаны такими же ломтиками, такой же толщины, где-то полсантиметра, сантиметр. Поэтому, когда слишком сильно мельчить не надо, меня это всегда радует на кухне. Все быстрее получается. Лук я выкладываю вот в такой вот длинный протвенек, и не страшно, что они будут у меня друг на дружке даже. То есть он не обязательно должен быть такой, знаешь, лежать одним слоем. Это ничего такого смертельного, если они у тебя будут вот такими вот несколькими слоями уложиться. Что нужно сделать? Нужно вылить сюда столовую ложку оливкового масла, две столовые ложки бальзамического уксуса, несколько столовых ложек, две-три столовые ложки кипятка, ну, просто горячей воды. И еще это нужно обязательно присыпать какими-нибудь травками. Травки могут быть здесь совершенно любыми. Я присыплю розмарином, у меня вот просто повезло, и у меня свежий розмарин. Не так часто это бывает, когда найдешь хороший свежий розмарин в магазине. Я вот использую поэтому розмарин. Можно взять тимьян, можно взять несколько травок сразу. Если нет свежих, ничего страшного, возьми сухие, потому что и орегано будет очень хорошо работать. Я делаю, понимаешь, самое главное, как бы главное действующее лицо этого салата. Видишь, у меня сухой тимьян, он не свежий. И все, теперь сюда немножко соли. Фольгой, совсем-совсем чуть-чуть. Затягиваю это все фольгой. И отправляю сначала под фольгой в духовку минут на 30-40. В общем, лук должен закарамелизироваться. Температура у меня там 170 градусов, поэтому это довольно быстро произойдет. А сок, который у меня там будет, будет основой для заправки к этому салату. И так дальше. Смотри, как я сказала, главным действующим лицом будет все-таки у меня груша. Одной груши, наверное, вполне у меня хватит. Грушу тоже нужно прожарить. Можно ее прожарить на гриле, можно запечь в духовке. Главное нарезать ее такими же ломтиками, как ты резала лук. Пол сантиметра, сантиметр толщиной. В принципе, как бы нужна одна груша на двоих, я бы так сказала. То есть по пол груши на твоего гостя. Берется сковорода. Теперь сюда чуть-чуть нет сливочного масла. Когда груша карамелизируется, я добавляю сливочное масло, потому что, по-моему, со сливочным она сочетается лучше. Пол чайной ложки, не больше. Совсем чуть-чуть. И сразу же выкладываю сюда грушу. Ах, как пахнет, да? Заметь, я сказала, карамелизируется, а сахар не добавляю. Потому что груши, во-первых, сейчас самый-самый сезон, они очень сладкие. И потом, посмотри, они сладкие, но у меня вот такие крепкие. Я и тебе советую. Не надо, чтобы груша превращалась в какое-то такое пюре. Все-таки она должна быть крепенькая. Поэтому, если у тебя есть такой выбор небольшой, и нужно выбирать либо очень-очень сочный, либо очень-очень крепкий, все-таки останавливай свой выбор на очень-очень крепких таких, знаешь, литых. Пока груша карамелизируется, я тебе покажу еще один секрет моего салата. Миндаль. Здесь такого миндаля можно приготовить много. В салат-то у меня пойдет какая-то горсточка небольшая. А я вот, у меня есть упаковка миндаля, я ее всю приготовлю. С грушей осторожно, чтобы она не размякла, не превратилась в варенье. Поэтому ее переворачиваешь и снимаешь, собственно говоря. Вот как только она начинает так красиво подгорать, самое время перевернуть. И тут же приготовить тарелочку, куда мы ее отправим. Поэтому я всегда... Ой, а тарелок-то у меня нет. Они, конечно, у меня все в посудомоечной машине, чтобы я вообще без нее делала. Так удобно, загрузила все тарелки чистые. Вообще время на мойку посуды не трачу. Выкладываю грушу. Смотри, как она. Чудо-красавица, правда? Да, груша карамелизирована, она один из самых таких вкусных фруктов, да? Когда карамелизируется. Да, и потом все-таки сочетание, понимаешь, с орехами, с голубым сыром. Мы с тобой делали, помнишь, грушу с ракфором. Это просто классика. А сейчас у меня будет тоже голубой сыр, но гроганзола. Ну, тоже абсолютно это беспроигрышный вариант. Итак, возвращаясь к миндалю. С миндалем все тоже совершенно просто. Одна долька чеснока. Этот миндаль, скажем так, этот миндаль будет хороший для того, чтобы, например, подавать его как аперитив с какими-нибудь напитками или его также добавлять в салаты, потому что он пропитается чесноком, пропитается солью, пол чайной ложки крупной соли, оливковое масло, 2 столовых ложки. Не волнуйся, что его довольно много. На это количество миндаля то, что нужно. Сичуанский перец. Небольшая щепотка. Он довольно острый, поэтому чуть-чуть. Так. Это еще не все. Сахар обязательно. В данном случае, мне кажется, неважно какой сахар, но если у тебя есть сахар коричневый, то он будет пахнуть больше карамелью. Столовая ложка сахара. Обваливаю все. Красота. Теперь, так как мне повезло, у меня есть розмарин, я не могу упустить ту возможность и не добавить сюда розмарина. Можно добавить прямо целые веточки. Розмарин просто отдаст свой аромат. Все. И вот теперь эта температура у меня такая же, какая мне нужна для запечения, для карамелизации лука. То есть я просто к луку присоединяю миндаль и оставляю это все еще где-то на полчасика. Вот у меня, посмотри, какой стал миндаль. Ну и красота ли это, а? Просто прелесть. А сейчас я тебе покажу, что происходит с луком. Вот он, я сняла с него фольгу. Видишь, какой соус? Вот этот соус и будет основой заправки для салата. Поэтому сейчас, для того, чтобы лук дальше карамелизировался, я возьму какую-нибудь, какой-нибудь ковшик. Большую часть соуса отолью, оставив только ровно настолько, чтобы лук не сгорел. Видишь, он стал уже, он уже почти у меня готов. Он как бы пропекся, протомился. Теперь мне нужно, чтобы он был такой золотистый, то есть такой зажаристый. Мы ведь лук и солили, и добавили туда всякие травки, правильно, и уксус. Там есть немножко оливкового масла, чего не хватает? Горганзолы. Потому что горганзола, как я тебе сказала, гениально сочетается, голубой сыр, гениально сочетается с грушей. И в заправке она будет тоже очень-очень хороша. Нужно взять небольшой кусочек. Можно взять любой другой голубой сыр, не обязательно горганзолу. Значит, я вообще не буду добавлять сыр кусочками. Весь сыр у меня будет в заправке. Поэтому, вот видишь, он начнет так плавиться. Так как горячий у меня здесь соус, видишь, он уже начинает плавиться. Что мне нужно? Мне нужно взять вилку, включить огонь, но саму кастрюльку на огне не держать. То есть, чтобы шла температура, но никакого кипения не было. И вот так вот вилкой я разминаю сыр, и он немножечко подтаивает в этой заправке. Посмотри, видишь, он немножечко тянется, такие его ниточки. О, красота. Аромат. Все, заправка готова. Теперь приготовлю. Конечно, нужно как-нибудь это все подать. Красиво. Поэтому на тарелку. Чтобы сбалансировать вкус, абсолютно необходим салат-корничек, потому что он хрустящий, свежий. У тебя такие богатые здесь ароматы. Груша сочная, горганзола, пахучая, лук закрабельный. А свежесть и витамины. Постель делаем такую, видишь, из салата. Ах, посмотри. Да и красота, конечно, потому что салат, конечно, когда зелень есть в салате, это уже совсем по-другому все выглядит. Так. Чуть-чуть взбрызнуть заправкой сами листики салата. Заправка уже остыла и стала практически комнатной температуры. Потому что сварить листики салата мы совсем не хотим. Дети уже очень хотят есть. Мамы тоже. У нас вообще сегодня девичник, и поэтому салаты, по-моему, это самая правильная еда на девичниках. Сюда же выкладывается груша. Она же прозрачная от своего собственного нектара. Между прочим, вот этот сок тоже замечательная вещь. Груша присыпается миндалем. Я его не толку, ничего с ним не делаю. Мне кажется, это очень красиво и интересно, когда он такими прямо целиком. Он такой, знаешь, не просто добавление. Ах, как интересно, что это у вас в заправке? Толченый миндаль? Нет. У нас не толченый миндаль в заправке, а у нас миндаль, как одно из главных действующих лиц салата. Так. Это пригодится, улетит на ура. Главное, много сразу не давать. И осталось последнее. Все дело за луком. Вот, посмотри. Видишь, какой он? Он схватился, он прозрачный. Он именно тот, который мне нужен. Если ты хочешь, можешь довести его просто буквально до черного цвета. Но мне, во-первых, и вот такой лук очень нравится, когда он слегка-слегка золотистый. А, во-вторых, мы умираем от голода. Некогда ждать. Вообще, лук тоже, мне кажется, недооценен. Его в салатах используют, ну так, покрошили лук в салат, да? А ведь он может быть совершенно тоже, как и миндаль в данном случае, одним из главных действующих лиц. И, естественно, вот теперь щедро полить заправкой с горгонзолой. Это просто объедение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...